всем привет вы на канале тихая охота я сегодня выбрался на грибную разведку сосновый бор просто огромный здесь в общем то не только сосны есть и березовые рощи и дубовые рощи посмотрите какие здесь сосны я таких сосен таких размеров в жизни никогда не видывал моя рука и тут таких огромных сосен полно но я не видел кто-то видел я нет там дальше маленькие уже сосны стоят а именно здесь на входе громадные и вот сразу и дубы есть которые относительно этих сосен малыши березки мелкие но вперед за удачей грибной да забыл сказать для грибников кто из воронежской области это хреновской бор в бобровском районе первый гриб который я здесь встретил это вот такой вот трутовик этот трутовик растет на соснах и он краснокнижный он занесен в красную книгу воронежской области ну и некоторых других регионов фиол швейница или трутовик швейница такой пористый геминофор в него состоящий из трубочек сейчас давно хотел найти этот гриб я может в этом году удастся набрать на вторую часть краснокнижных грибов воронежской области краснокнижный гриб видимо вырос на корнях сосны вот этой а рядом старый фиол швейница несъедобный гриб пока ничего такого особо интересного не попадается я иду по направлению к низинкам где более-менее влажно можно что-то интересное найти вот встретился коротовик плавовский по дороге гриб целебный гонодермоапланатум родственник рейши тут попадаются и осины тоже большие березы дубы сосны все есть смешанный лес мечта грибника в сезон конечно грибной когда дожди и сыра встретился вот трудовик чешуйчатый этот уже старый несъедобен так вообще условно съедобный гриб видел по дороге сейчас косулю она так замерла стояла смотрела на меня я присел хотел достать камеру поснимать она быстро убежала такие дела вот друзья не зря я шел к низинкам первые маслята встретились первые съедобные грибы нас хотя ну тортовик чешуйчатый полно съедобный гриб но масленок зернистый вот этот червивый такая жара не мудрено еще масленок зернистый оба червивые радует маслята есть первые маслята которые мне попались в этом лесу парочка червивых вот друзья третий маховик который мне встретился первые два я не стал снимать были они червивые мелкие но этот такой же да еще и пораженный золотистоспоровым гипомицесом пока что два червивых масленка и три червивых маховика да еще и с гипомицесом в придачу друзья вот еще один фиол швейница точнее их тут даже два они срослись между собой шляпками вот ножки у них удачно прошлом году я искал эти грибы хотел добавить в подборку краснокнижных грибов в области в первую часть но так и не нашел ну пока у меня на вторую часть только фиол хотя есть меценаструм кожистый еще но он там старенький надо бы еще молодой найти так что пока на вторую часть я не скоро наверно грибов наберу как-то не хочется использовать чужие фотографии для этого дела встретились вот маслята до вида я еще не определил их но они червивые там дальше еще что-то а ну да такие такие же маслята червивые масленок зернистый шош до вида масленок зернистый отлично вот этот забери вам о и этот возможно да вот эти два масленка заберем это что откуда насыпалась я не пойму ладно два масленка можно сказать первых те все червивые были отлично пошли грибочки маслянок зернистый летний первые мои маслята не червивые в этом году друзья вообще первые это вот в мае мне маслята попадались тоже червивые все были в июне удачно вот что характерно для зернистых маслят это вот такой вот млечный сок на трубочках на гименофоре вот белый такой вот он молодых маслят такое у старых маслят уже вы такого не увидите да и поры у них покрупнее уже уже споры высыпаются когда так старый молодой зернистый масленок вот смотрите тут вот спустился и дорога вот масленок второй третий четвертый пять шесть семь восемь восемь наверное все червивые или почти все 9 9 но проверить надо 10 молоденький к вот этот но заберу чуть-чуть тут есть под вырезать попробовать червивые тоже такое относительно вырезать взять большой вот так вот его червивые сильно тоже сильно червивые этот взять можно вот эти троица вот этот берем этот ну-ка берем этот возьмем так вот этот ух ты этот сильно прям червивый и этот зачервивый маслята есть вот друзья чешуйчатый трутовик тот старый вот эти вот молодые грибы помоем ну-ка поры уже открылись такие не люблю трутовики брать на тюже все-таки старенькие оставлю их здесь зря отрывал не такие я считаю такие уже несъедобными в березках вот встретились сыроежки одна вторая крепенькая больше не видать вот друзья вешенка легочная вот старые и молоденькие вот и он там сейчас я их заберу как-то их аккуратненько отлично и вроде как и не червивые ну-ка вот это вот вот никак тогда нашел в мае вот вешенка легочная удачно чуть-чуть маслят есть и вешенка еще ее называют вешенка летняя сейчас я покажу да вот у меня маслята и вешенка дождь начинается надо как-то домой идти я далеко ушел от машины вот это друзья трометас горбатый у него поры продолговатые овальные вот так он отличаются трометас горбатый от других трометасов овальными порами продолговатыми вот он гриб несъедобен тротовик гриб он еще один рядом старенький весь изъеденный уже там еще есть старый эти молодые вот еще для разнообразия показать стоит вот плетей белый чешуйки у него на шляпке но он не такой блестящий как благородный плетей вот они чешуйки прям такие они пушистые немножко по центру шляпки вот пластинки не приросшие к ножке вот они частые вырос на валежнике на каком даже сложно уже сказать что за порода гриб съедобен но я брать сейчас его не буду в общем то по вкусовым качествам он никакой у меня есть вкусные грибы так что мрать я его не собираюсь вот он этот краснокнижный гриб еще тортовик швейница у меня уже такой вопрос появляется почему его вообще краснокнижные грибы занесли если его реально такое количество попадается просто нужно заехать в тот лес где он растет и вот пожалуйста прям такие сомнения даже не сильно это сказано что он прям краснокнижный хотя смотря где где-то он редкий а где-то может попадаться как вальвариэла шелковистая тоже краснокнижный гриб это у нас на юге области в Рассашанском районе в Подгоренском она частенько попадается где-то севернее может и нет краснокнижный так краснокнижный ну хотя сколько я искал по сосновым барам вот мне он впервые попался нигде его не встречал больше ну итог разведки вот такой значит сколько 8 маслят и немножко вешенки легочной ну можно сказать вроде как и неудача по грибам но и с другой стороны удача потому что я встретил краснокнижные грибы это трутовик швейница или фиол швейница вот так вот всем удачной тихой охоты пока